Пока играла национальная сборная, самый молодой главный тренер в белорусском элитном футбольном дивизионе отметил 36 день рождения. Но вряд ли по этому поводу Иван Биончик устраивал какие-то торжества. Коренной минчанин настолько погружен в футбол и в свой гомель, который из первой лиги ведет сразу к медалям, что приходится жертвовать личной жизнью. Ивана Сергеевича сейчас часто показывают по телевизору и говорит он там только о футболе. Поэтому наш корреспондент Андрей Козлов попытался разговорить тренера на общие темы и с удивлением узнал. Имея довольно статусную работу, Биончик все еще не закрыл базовые потребности современного человека. О собственных квартире и машине он пока только мечтает. Встретит Иван Биончик нашу съемочную группу предложением горячего чая. А во время интервью интересные мысли будет ловко сочетать с юмором. Это достаточно. Звезды. Вы знаете, сложно сказать. Я скажу, что Демьянович Амельченко поет хорошо. Вот, наверное, звезды. Это Биончик про своего коллегу из тренерского штаба. Антон Демьянович Амельченко. Легенда гомельского футбола и вратарь московского локомотива в прошлом, например. Элементы выполняем. Передача приема. Активно. Активно. Дайте, пожалуйста, свободно. Чуть ранее, перед общением с нами в антураже «Золотой осени» Иван Биончик проведет тренировку с основой Гомеля, пока трио по Будде и Соловей Юденков находятся в сборной. Конечно же, у команды открытия сезона 20-21 рабочий процесс не прекращается. Антон Сергеевич, в этом сезоне, конечно, Гомель хвалят все. Как вы вообще это воспринимаете? От чего тут даже оттолкнулся? Конечно, приятно. Приятно, когда оценят твою работу. И не буду лукаять. Мне кажется, что нас не в полной мере хвалят и не в полной мере нам уделяют внимание. Я считаю, что мы заслужим большего внимания и большей оценки, нежели сейчас имеем. Но учитывая, что, знаете, как не дожиру, безбожирую, спасибо и на этом, в общем-то. Мы же не пришли на лужную землю. Мы пришли, где функционировала структура и работала структура. То, что, да, реализовали, собрались много ребят, единомышленников собралось, у футболистов, тренерских штабов. Действительно так. Мы на небосклон тоже смотрим и говорим о том, что вот звезда ярко светит, а рядом еще одна звезда, еще одна звезда. Говорить о том, что кого-то есть одна у нас яркая звезда, игнорировать все остальные звезды, ну, это некорректно. Я скажу то, что тут команда звезд и много интересных футболистов, и весь коллектив. Звезды, наверное, даже не побоюсь, что сказать. Я не абсолютно профессионал, даже более того скажу, что Батища в 4 минуты планочку держал, теперь уже 5 он планочку держит. Понимаете, что я говорю, да, на локоточках, на носочках. Соответственно, это люди, которые с собой занимаются и работают над собой. Я не сталкивался с тем, что футболисты не дорабатывают, не добегают, не там, нарушают режим и так далее, и так далее. Таких вопросов не существует. И я скажу, если бы, наверное, вопрос не задали, то я бы, наверное, даже и не вспомнил его. Как это соблюсти этот баланс, что и зарплаты не сверх, но и команда? В степени мотивации, мотивации футболистов, желания футболистов. И тут, к счастью, это у нас все получилось. И мотивация игроков, и наша поддержка, и реализация того, что игроки хотели бы сделать, и то, что мы хотим сделать. Какое-то такое, вы сейчас говорите, я понимаю, что если мы сейчас возьмем одну ситуацию, она вылезет еще несколько под ситуацию. Мы возьмем дальше еще опыт, и мы сейчас с вами будем тут часов 10 говорить о том, что такое Гомель, и в конечном итоге мы сегодня перейдем к какому-то, в общем, знаменателю. Обычно здоровый коллектив, в котором существуют конфликты, существуют радости, существуют тревоги и так далее, и так далее. Это обычная жизненная, я не знаю, семейная ситуация, которая существует в любой семье. Иван Биончик, тренер, о котором мы услышали во времена его работы в таком футбольном проекте, как «Минский луч», далее была работа в Могилеве, и вот теперь «Гомельский этап». Также карьера футболиста в прошлом, участие в различных лигах чемпионата страны и работа с юношами. Опыт у молодого тренера интересный, как и взгляд на развитие футбола в целом. Дернуть одну ситуацию, за этой ситуацией посыпется ворох еще тех или иных моментов, которых надо улучшать. Но банально развивать свой турнир, развивать турнир именно в высшую лигу, развивать медийность, освещение, развивать, как оно проводится, где оно проводится, в каких условиях, в каких полях. Мне кажется, что отталкиваться от верхушки и двигаться, поступать с рядом вниз, у нас говорят о том, и я считаю, тоже верно говорят, что надо с детского футбола начать. Наверное, да, и с детского надо начинать. Но вопрос, сколько мы с этого с детского футбола начинаем? Опаботование у вас выше есть. Конечно. Ты в профессии, в которой ты должен постоянно образовываться, постоянно реализовываться и не останавливаться на месте. А надо ли про, надо ли другие категории? Ну, если требуют, значит надо. Значит, это подтверждение той или иной квалификации твоей. Когда говорят самообразование, что подразумевают? Вот лично вы, когда самообразовывались, что вы делали? Я делал то же самое, что и вы, и операторы, и все остальное делали. Я ничего не делал сверхъестественного. Что ли, книги смотрели футбола много? Ну, я не хотел бы об этом говорить. Почему? Потому что это вопрос каждого личного, каждого конкретного человека. И не может быть примера у кого-то таланта, у кого-то трудолюбие, у кого-то трудолюбие, таланты, у кого-то что-то еще. Но тут нету какого-то такого, знаете, рецепта, который вот делает так, и оно будет. И говорить об этом, то что вот это вот именно конкретно какой-то рецепт, который дает там отправную точку, но я бы не сказал. Его нет. Ну, я думаю, что ее не существует вообще. А вы легенда футбольного клуба «Сквич». Да. Потому что, ну, вы свой талант футбольный игрокому смогли резать, на ваш взгляд, о том, как он позже не сказал. Я сейчас не пытаюсь смотреть назад и говорить о том, каким я был игроком и что я был. Я тренер, я не жалею об этом. Я достаточно быстро от этого всего ушел, от карьеры игротской и карьеры тренерской. И я ни в коем случае не сомневаюсь ни в том, вообще ни в чему, что со мной произошло. Насколько могла бы быть более эффективна карьера. Я думаю, что да. Кроме борьбы за медали чемпионата, Гомель в этом году уже выбил на стадии 1-8 финала Кубка Беларуси «Солигорский шахтер». Все звучит финальный свисток Виктора Шимусика. Гомель в 1-4 финале. Эти парни красавцы. Гомель яркая команда в этом году и по своему духу. Один из забитых мячей в ворота славе парни Биончика отпраздновали именно так. Ребята молодцы. Это их, скажем так, их активность, их решение. И, как я понял, это сопряжено с болельщиками. При всех успехах команда Ивана Биончика, которая сейчас живет на два города, как совершенно обычного человека, беспокоят бытовые мысли. Не знаю, если мы сейчас далеко находимся друг от друга, то тут главный момент – это приехать домой и просто пообщаться, и, скажем так, прогуляться, увидеться и поехать домой. На конфликт особо не всегда хватает времени и не всегда это желание хватает. Сейчас интересная финальная развязочка. Вы сейчас насколько себя ощущаете в плане, вы живете в моменте, знаете, как модно говорить. То есть вы вообще не думаете сейчас о будущем. То есть вы живете вот здесь сейчас, вам главное? Я думаю о будущем. Хочу квартиру, хочу машину, думаю о будущем. Это не шутки. Вы вообще не шутки. Ну серьезно, как бы, ну тренер, у которого ничего нету, но почему? Это нормальное устремление любого человека. У вас квартира есть в Минске? Ну вот заканчиваем нюансы. Ну есть, у вас нюансы. У меня даже до нюансов дела не дошло. Понимаете, и хочется комфортной жизни, и хочется дальше развиваться. И, конечно, хочется побеждать не только в белорусских реалиях, а и в зарубежных реалиях. И я считаю это нормальное, как любого другого человека, я думаю, и у вас, и у коллеги вашего, это вполне нормально. То есть вы мечтаете когда-то потренировать в Европе, да? Ну разумеется. Редактор субтитров А.Семкин